Добрый вечер, в эфире Вести Карачаева, Черкесия, в студии Ярослав Щекланов, сегодня в программе. Соблюдать масочный режим и обращаться при первых же симптомах к врачам рекомендуют доктора, которые сами же переболели коронавирусом. Его русло было расчищено от перегородивших его камней. Группа инструкторов в Донбай проведены ремонтные работы на Алибекском водопаде. Ключи от новых автомобилей получили полицейский автопарк Министерства внутренних дел. По Крачево-Черкесии пополнили машины марки «Шкода Октавия». На России ее считали главной заступницей, скорой помощницей. Сегодня православные верующие отмечают Рождество Пресвятой Богородицы. Сегодня глава Крачево-Черкесии Рашид Тимрезов провел очередное заседание Республиканского оперативного штаба по противодействию распространению коронавируса. Было отмечено, что на сегодняшний день выявлено 65 больных. На этом уровне регион находится уже почти три недели. Главный санитарный ураль Сергей Бескокотов отметил, что процент выявляемости в Республике хороший, что очень важно для своевременного лечения больных и выявления бессимптомных случаев заболевания для их последующей изоляции. Для этого по решению Рашида Тимрезова не снижается общий объем тестирования граждан. Глава Республики поручил членам Оперштаба отработать механизм сдачи и оперативного получения результатов анализов в связке лаборатории медицинского учреждения граждане. Министр здравоохранения Республики Казим Шаманов доложил, что сейчас работают три инфекционных госпиталя, а также пульмонологическое отделение в поселке Правокубанском. По его словам, мест достаточно и в случае необходимости в течение двух-трех дней будет развернут госпиталь на базе КЧРКБ. Глава Республики поручил коллегам ежедневно прогнозировать ситуацию и с учетом этого формировать запас лекарств и средств индивидуальной защиты минимум на две недели, а еще лучше на месяц, когда ожидается подъем уровня сезонных вирусных заболеваний. Еще одно поручение руководителя региона касалось соблюдения санитарно-эпидемиологических правил. Сергей Бескокотов сообщил, что их сотрудники регулярно проводят совместные межведомственные рейды по предприятиям и организациям. За последнюю неделю Роспотребнадзор направил в суд 22 предписания о нарушении эпидем-режима. Глава Республики поручил эту работу продолжить и подчеркнул, что в случае нарушения установленных санитарно-эпидемиологических правил будут приниматься решения вплоть до приостановления их деятельности. Коронавирусная инфекция коснулась практически каждого жителя нашей страны. Медицинские работники не только боролись за жизнь людей, но и сами на себе испытали коронавирус, коварный коронавирус. Тамара Гутякула-Гукятова, заместитель главного врача детской больницы Черкеска, рассказала нам о том, как она переболела ковидом. Подробности у Аслана Гирюгова. Тамара Хаутиевна – врач с большой буквы. Всю свою жизнь она посвятила развитию детского здравоохранения. Как и многих других, ее коснулся коронавирус. Как отметила сама Тамара Гукятова, предварительный диагноз COVID-19 она поставила себе сама, не дожидаясь результатов анализа. Начав лечение дома, исполняя все предписания врачей, она принимала все лекарства, которые ей назначали. Но так как состояние не улучшалось, было принято решение продолжить лечение в госпитале. И когда уже 29-го не стало лучше мне, мы поехали в медсанчасть, по договоренности сделали компьютерную томографию. Там, конечно, на компьютерной томографии оказалось, что у меня поражение легких, где-то 20% фиброзное изменение легких и так далее. Взяли на ковид, и она оказалась положительной. И пришлось, конечно, уже согласиться ехать в госпиталь. Процесс лечения несколько раз изменялся. Это было сделано из-за того, что какие-то препараты подходили, а какие-то вызывали побочные эффекты. После нескольких недель лечения начался период реабилитации. Конечно, я с удовольствием приняла это предложение. И я там в госпитале пролежала на третьем этаже. Там было даже в кардиологию меня на первый этаж не отправили. А учитывая, наверное, мой возраст и мою осведомленность в этом вопросе, на третий этаж, там, где была интенсивная терапия. Я выписалась оттуда с медсанчасти 19 августа с большими рекомендациями, как дальше быть. Кроме этого, Тамара Ахаутиевна отметила, что важно соблюдать масочный режим. Ведь болезнь все еще существует. При возможных недомоганиях сразу обращаться к врачу и быть осторожнее. А также больше внимания уделить своему здоровью именно осенью. Так как помимо коронавируса существует и обычный вирус гриппа. Аслан Гирюгов, Роберт Джигутанов, Вести, Карачаево-Черкесия. С 1 октября пенсии и социальные пособия будут перечисляться на карту МИР. Подробнее об этом на пресс-конференции рассказала заместитель управляющего отделения Пенсионного фонда России по Карачаево-Черкесии Ирина Тамбиева. Те граждане, которые получают пенсии на иные платежные системы, следует их заменить на карту МИР. И о новых реквизитах счета уведомить Пенсионный фонд. Если реквизиты счета не изменились, то уведомлять органы Пенсионного фонда не следует. Для того, чтобы направить информацию в Пенсионный фонд об изменении реквизитов счета, следует подать заявление о доставке пенсии. Его можно подать в электронном виде через сайт Пенсионного фонда, через личный кабинет гражданина. Либо обратиться непосредственно в территориальный орган Пенсионного фонда или в многофункциональный центр. Если гражданин получает пенсию через почту или через центр доставки, или через кредитную организацию путем получения на сберкнижку, для этих граждан порядок доставки пенсии не изменится. То есть никаких уведомлений органов Пенсионного фонда осуществлять не надо. Доставка пенсии будет осуществляться по прежней схеме. Сейчас настало время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. В Черкесске без осадков. Ветер восточный 6-11 метров в секунду. Температура ночью 6-8, днем 23-25 градусов тепла. Все, что вас радует, обязательно будет с кредитом наличными в Минбанке. Возьмите кредит до 2 миллионов рублей по ставке 6,9% годовых. Оставьте заявку на сайте minbank.ru или приходите в офис Московский индустриальный банк. Шум грохочущего Алибекского водопада стал намного интенсивнее и заиграл мощнее после того, как его русло было расчищено от перегородивших его камней. Операцию по спасению одной из главных достопримечательностей Домбая провела группа инструкторов, работающих на маршрутах. О том, как каскад Алибекского водопада вновь заискрил в полную силу под Домбайским солнцем, расскажет Фатима Даурова. Алибекский водопад по праву считается одним из самых красивых и мощных в Карачаево-Черкесии. За летний сезон его посещают тысячи туристов. Маршрут относительно несложный, что дает возможность путешественникам разной возрастной категории пройти его без особых усилий. В конце пути им открывается великолепный вид на бурный поток, низвергающийся с высоты 25 метров. А немногим выше блестит на солнце его прародитель – ледник Алибек. На фоне такой первозданной красоты туристы любят делать фотографии на память. Но буквально неделю назад водопад поменял свой вид и стал неузнаваем. Причиной послужило заграждение из больших камней в русле реки выше по течению. После прошедшего сильного дождя русло попросту забилось камнями. И поток, срывающийся вниз, сократился почти вдвое. Отремонтировать достояние Дамбая вызвались местные гидоинструкторы. Идеологом акции спасения стал Беаслан Богатырев, который не раз водил туристов к водопаду. Мне прислали видео, как там совсем не было воды. Я решил пойти почистить русла. Я начал чистить, а оттуда начали лететь камни вниз. И я побоялся, что кого-нибудь там не сбило и ушел. Потом, как бы я услышал, что ребята собираются пойти почистить русла реки. Мы человек 10-12 поехали и там снизу поставили человека, чтобы под водопад никто не пошел. Почистили камни, там где-то часа два мы там поработали. И водопад стал очень даже красивым, даже, наверное, чуть больше, чем было до этих плевневых дождей. После ремонтных работ по оголенным скалам, покрытых когда-то панцирем ледника «Алибек», не спадают кристально чистые холодные потоки. Водопад заревел в полную силу своих легких и наполнил ущелье своим мощным неповторимым голосом. Вот такой стал водопад после нашей работы с ребятами. Фатима Даурова, Вести, Карачаево-Черкесия, Домбай. Черкесские полицейские вручили ключи от новых служебных автомобилей. Автопарк органов внутренних дел по Карачаево-Черкесии пополнили патрульные автомобили марки «Шкода» «Октавия». Обращаясь к присутствующим, заместитель министра начальника полиции Ансар Баташев поблагодарил их за добросовестное исполнение служебных обязанностей, высокий профессионализм и пожелал дальнейших успехов. Руководитель республиканской полиции Владимир Кушнарев лично проверил автомобили, их техническое оснащение и отметил высокое качество поставляемого в МВД служебного транспорта. Автомобили оснащены необходимым современным оборудованием, в том числе новыми медицинскими укладками для оказания первой медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях. Сегодня православные верующие отмечают один из главных праздников – Рождество Пресвятой Богородицы. Во всех храмах республики прошла божественная литургия. На торжественной службе в храме Николая Чудотворца побывала Ольга Савенко. В главный храм республики с самого раннего утра идут и идут люди. Сегодня у верующих настоящий праздник. На свет появилась та, которой была отведена важная роль в осуществлении божественного плана спасения человечества. Рождество Пресвятой Владычицы Нашей Богородицы и Преснодевы Марии – это полное название праздника. Церковь празднуют, как День Всемирной Радости. Большой праздник сегодня – рождение Пресвятой Богородицы, Матери Господа Нашего, Которой Спаситель у нас. Поэтому, как ни пройти в храм и не поклониться иконе Божией Матери, и не помолиться за всех нас. К Богородице на Руси всегда было особое отношение. Ее считали главной заступницей, скорой помощницей. К ней обращались самые сложные моменты жизни. Верили, что она обязательно услышит и поможет. Именно поэтому к Богородице обращаются намного чаще, чем к другим святым. Именно поэтому ей посвящено так много храмов. Написано столько икон. Каждая икона – это случай реальной помощи, которую получили люди, обращаясь с молитвой к Божьей Матери. Так было и в жизни известного писателя Татьяны Бродковой. Тяжело заболела ее мать. Ей давали несколько месяцев. Татьяна Николаевна заставила маму ежедневно читать Акафист Богородицы. Попросила молиться за свою маму всех священников. И чудо случилось. Я верила в то, что Господь поможет ей, Пресвятая Богородица исцелит ее. Когда мы пришли на обследование к онкологу, я привела маму к нему. Он посмотрел внимательно, осмотрел ее, посмотрел на меня и говорит, «Зачем вы мне привели здоровую маму? Вы посмотрите, сколько молодых людей у меня стоит в коридоре, ждет с онкологией, а вы мне привели здоровую маму». Я обняла его и поцеловала. Все мы мечтаем о бескорыстной любви, когда нас любят такими, какими мы есть. Все мы мечтаем о милосердной любви, когда нас готовы понять и простить. Именно так и любит нас Богородица. Светло, искренне и бескорыстно. Впрочем, как и любая мать. И это бесценный дар человеку. Берегите его. Ольга Савинко, Мухаммед Ошибоков, Вести, Карачаево, Черкисия. 115 часов образовательной программы. Более 70 мероприятий, более 50 спикеров, 30 команд проектного акселератора, участники и представляющие все регионы СКФО. С такими итогами завершил свою работу Северокавказский молодежный форум «Машук-2020». Он проходил с 10 по 26 августа в три основные смены, стал крупнейшим онлайн-форумом страны, принявшим почти 4000 человек из большинства регионов России. Многие его участники, в том числе и из нашей республики, смогли трудоустроиться, получить гранты на реализацию своих проектов, пройти обширную образовательную программу. По итогам были отобраны 300 лучших участников. Они приехали на очную смену форума, которая прошла с 15 по 20 сентября. Это все в Вести. Прямо сейчас смотрите первые серии фильма «Закрытый сезон». «Закрытый сезон»